Еще раз доброе утро, любимый город. Большой утренний эфир сейчас на телеканале Санкт-Петербург. Вы смотрите и в студии Николая Растворцев. Мария Новикова-Охонская, спасибо, что встречаете эту весну и этот день вместе с нами. Ну, вы обратили внимание, нас в кадре не двое, а трое. Она часто издает последний писк, но с приходом каждого нового сезона диктует новые правила. В первый день весны мы решили посмотреть на наш гардероб в призме, если не глобального, то обычного весеннего потепления. Поговорим о моде. И поможет нам в этом стилист Евгения Гудошина. Она уже готова нам подсказать, что стоит надеть, а что снять в самое романтичное время года. Женя, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сильно ли наступающая весна 23-го года будет отличаться от весны 22-го, 21-го? В общем, что из того, что у нас уже припасено где-то на дальних полках и высоких полках шкафов, можно доставать, а что стоит оставить до каких-то других времен? Отличный вопрос. Спасибо за него. Потому что действительно, если посмотреть на моду глобально, то мы сейчас на таком периоде так называемого модного плата. То есть каких-то резких перемен, когда нужно все выбросить, забыть, как страшный сон и купить что-то новое, сейчас не происходит. Поэтому действительно какие-то вещи довольно долго могут жить в гардеробе. Например, один из трендов текущего сезона, то, что было модно уже не первый год, это стеганые куртки. Очень удобные, можно выбрать цвет, который вам больше подходит. Мне вот сегодня захотелось вам показать образ в такой нежной гамме. И здесь обращу ваше внимание, что если на куртках есть вот такое вот закругление, то они очень здорово подходят для девушек с так, ну так скажем, богатой фигурой. Для бедер это прям хорошо. Поэтому такие куртки, они классно стилизуются, опять же подходят для разных фигур. Еще один тренд, который останется, это тренд на деним. Он уже не первый год, можно сочетать джинсовую рубашку с джинсами, то есть носить джинсу с головы до пят. Кстати, в моду сейчас ходят и джинсовые сумки, и джинсовая обувь в том числе. Total Look, именно так это и называется. Я здесь покажу вам две модели джинсов, самые модные, самые современные. Это техника пэтчворк, когда у нас джинсы сделаны из денима разного оттенка. Из двух моделей. Да, да, да. Такая вот переделка, ресайклинг, переделка, это тоже такой большой глобальный тренд. И, конечно же, вариант джинсов карго с накладными карманами. Это что-то начало нулевых. Абсолютно верно. Я вспоминаю. Да-да-да, Бритни Спирс, вот это вот все, низкая посадка. Но посадка здесь, я смотрю, классическая, которую больше... Здесь ближе к средней, ближе к средней, действительно. И я сразу скажу, что действительно низкая посадка, это прям вот хот-тренд. Самая горячая история. И ее немногие любят, но это совсем не значит, что высокая посадка из моды вышла. Поэтому если в вашей фигуре подходит высокая посадка, значит низкую убираем. Забываем. То, что идет конкретно вам. Эти карманы я помню тоже из своего школьного времени, но я помню, что мальчишки тоже носили похожие джинсы. Единственное, что было неудобно, класть что-то в эти карманы, потому что мальчишки бегают, и это все так... Крещется. Еще сползает, наверное. Нет, сползать в те времена еще не сползала, фигура была постороннее. Но концептуально то, что лежало в этих карманах, понимаешь, оно сильно мешало. Дальше переходим. Вот тут есть еще шарф и головной бомб. Аксессуарами, конечно, нет возможности сменить полностью гардероб. Можно действовать аксессуарами, и бейсболки до сих пор актуальны. Их носят и с платьями в цветочек, и, например, вот с такими юбками. Длинные юбки, опять же, из джинсы. Это, опять же, тренд современный. Сейчас все модницы за ними гоняются. Точно так же, как и казаки, которые, опять же, не первый сезон актуальны. Но в этом сезоне особенно актуальны серебряные казаки. Вот, пожалуйста. Такие, как у вас. Такие, как у меня. Да, решила вам так и продемонстрировать. Еще, если говорить про аксессуары, то в шарфах я рекомендую выбирать минимализм. Например, вот такие вот модели из вискозы. Они достаточно теплые для нашей весны, но при этом не слишком жаркие. И если говорить о ярких акцентах, сейчас в тренде желтый цвет. Как ни странно, несмотря на другой, несколько иной цвет года, но именно вот желтые приятные оттенки появляются в новых коллекциях. И если вы боитесь какой-то большой площади этого цвета, можно выбрать вот такую вот яркую шапочку. В Петербурге не хватает солнечного цвета. Да, да, да. Для нас это актуально. Что касается делового стиля, насколько мода к нему сейчас благосклонна. Я вижу, что вы принесли два варианта верхней одежды. Это такая куртка более универсальная, как для прогулок, для каких-то, может быть, вольных специальностей. И кому-то дресс-код обязывает всегда соответствовать. Стрэндж такая вечная классика, но постоянно меняющаяся длина. Вот какая сейчас длина актуальна? Сейчас длина актуальна от середины икры и ниже. Я поэтому действительно взяла вот такой достаточно длинный вариант. Причем я хочу сказать, не бойтесь миниатюрной девушке выбирать такую длину. Поэтому при правильной пропорции, при правильной ширине плеча, она не будет уменьшать визуально рост. Даже такие вещи иногда вытягивают. Если взять, например, сюда же светлую обувь, то вообще никакого эффекта потери в росте не будет. Поэтому, конечно, если мы говорим про классику, вся классика сейчас стала пошире. Благодаря оверсайзу. Это не обязательно должен быть пиджак, куда поместимся мы все втроем. Это может быть что-то просто вот такое свободное. Но в любом случае это какой-то объем и для костюмов, и для плащей. Ну вот сейчас у вас был совет для миниатюрных девушек, для девушек высоких, которые к оверсайзу иногда относятся настороженно, чтобы не казаться больше, чем ты есть на самом деле. Раза в три. Каким образом здесь вот миксовать, может быть, оверсайз вверх с чем-то еще? Есть классический прием, когда мы сочетаем объем с чем-то по фигуре. Здесь я не зря добавила объемную куртку, но внутри у нас лонгслив. Это вот с длинным рукавом такая футболка, тоненькая, которая сейчас тоже очень актуальна. Причем здесь глубокий вырез и вот такой вот вырез для пальчиков. Вот такие вот фишечки, да, вроде бы на простых базовых вещах. Это сейчас тренд, и лонгсливы тоже можно поискать интересные. Соответственно, мы берем объем и берем что-то по фигуре. Таким образом, мы подчеркиваем, что внутри этого оверсайза мы такие тонкие, звонкие, да, но при этом очень модные. За модой следим. Короткий вопрос в финале. Что не стоит надевать этой весной, если что-то в стоп-листе точно? Вы знаете, в стоп-листе точно то, в чем вам неудобно. Да, потому что мода, она, конечно, есть такая фраза, что мода это всегда неудобно, но я все-таки за то, что мода и стиль, это должно быть комфортно, и тогда вы этот стиль сможете радостно, приятно и вдохновляюще для окружающих и для себя демонстрировать миру. Спасибо вам большое. Очень вдохновляющие советы в первый день весны и в день комплимента. Вот вы нам всегда помогаете подобрать самые актуальные и комфортные луки. Спасибо.